Я хотел вам рассказать о SEAT, почему я предпочитаю SEAT в школе и фальсвагну. Дело даже не в дизайне. Сеатовский дизайн был такой своеобразный, сейчас он более-менее стал сбалансированный. Иногда у SEAT была красивая рожа, никакая задница. Спереди и сзади он был иногда красивый, а сбоку он был тепловатый. Сейчас более-менее сбалансированный, то есть размеры фар передних и задних сейчас совпадают друг с другом и не диссонируют. Это то, что касается дизайна, но не дизайн главный в этих машинах. Фальсваген скучен и зачастую не сбалансированная машина. В него напихано то, что вы хотите увидеть. Более-менее машина нормально едет, это конечно не Hyundai, лучше. Поэтому стоит дороже. Но цена-качество, то есть если бы это было бы Audi за такую цену, как стоит Volkswagen, наверное, имело бы смысл покупать эту машину. Потому что Audi все-таки сбалансированный продукт. Volkswagen не интересен. Skoda обладает достоинствами Volkswagen, но в цене, получается, как бы цена ее ниже, чем Volkswagen. И тогда машина попадает в это самое интересное. Интересно, когда за эти деньги ты можешь купить более-менее хороший автомобиль. То есть вы меня понимаете, да? То есть практически Skoda это тоже Volkswagen, только дешевле. То есть все. А еще у Volkswagen нет дизайна никакого. То есть это не дизайн. Единственный дизайн, который можно сказать, что машина от Volkswagen, у которого есть дизайн, это Volkswagen Polo. Volkswagen Polo седан причем. Это действительно хороший дизайн. Все. Все остальные машины сделаны методом натягивания резиновой маски Volkswagen Polo на все остальные машины. То есть любых размеров, любых форм. Они друг другу не подходят. То, что было у SEAT, так же у Volkswagen сейчас. Почему я, собственно говоря, за SEAT? Я тестировал старую Ибицу. И против тех же Volkswagen машина реально хорошо едет. То есть она имеет спортивный характер. Она реально хорошо подстроена. То есть люди ей занимались. То, что снаружи, она немножко неказистая, хотя в принципе не лишена шарма. Внутри дешевый пластик, опять же используем, который использует тот же Renault Duster. Но машина хорошо едет. И на этом фоне теряются вот эти вот нюансы. У дешевых ШКОД, вот, например, из всех ШКОД, которые я, на которых я ездил, да, непонятен столько Super B. Это реально большой автомобиль. Это реально комфортный автомобиль. Он хорошо едет. Он хорошо управляется. То есть, ну, и он более-менее разумно стоит. Например, мы говорили о Renault Duster против ШКОДы Yeti. Почему я за Renault Duster? Yeti хорошо едет, хорошо управляется. Но Renault не хуже. Duster едет лучше. И у Duster нет проблем, которые есть сейчас у нового Yeti. У нового Yeti сейчас плохие кресла, которые портят вам позвоночник. В долгой поездке они будут вам портить позвоночник. И у Yeti есть еще одна проблема. Как у всех ШКОД и Фольксвагенов, очень тряская подвеска. Если еще у Фольксвагена это не заметно, то у ШКОД это видно. То есть, идет, вы практически, каждая кочка отдается на вас. При этом, при плохом сидении, это все, по всей удара, проходит еще и на позвоночник. Да неприятная тряска все равно присутствует. Каждая кочка, кстати, отражается. Вот смотри, я специально сейчас проехал по этому полю. Вот это чувствуется, вот он. Он маленький, реально. И вот другая машина его просто бы не заметила. Вот еще один, да? Мне кажется, я замечу, что на нем исколожить монету. Мне кажется, я проеду и почувствую. Я сейчас по маленькому вот такому вот кусочку проехал. Я его чувствую. Вот это я не очень понимаю. Как так можно? Ну, я не знаю, что сказать. Производители часто не слушают своих клиентов. То есть, не считаются с интересами клиентов. Это было у Пижо. То есть, сейчас они стали более-менее прислушиваться, когда поняли, что продажи упали. И это есть у ШКОД. ШКОД занимается самолюбованием. То есть, они доверяют профессионалам от Фольксвагена и в органе тот и тот. Совершенно. Их покупают. Когда их перестанут покупать, тогда они задумываются. То есть, я считаю. Так, ну вот у меня отмечено, что у Фольксвагена проблемы с безобразно организованной передней панелью и с управляемостью. И основная проблема – задняя подвеска. То же самое, кстати, сейчас перекочевало в СИАТ. Я ездил на СИАТе Leone FR, у которого задняя независимая подвеска. Тоже самая подруливающая подвеска. Такая же, как у Ford Focus или Peugeot 406. То есть, и по лойке машина хорошо едет. Она действительно хорошо едет. Но, опять, очередная фольксвагеновская тряска задних колес, она, собственно говоря, пассажирам составляет много неудовольствий. Да, кстати, после того, как СИАТ выпустил СИАТ ЭКСЕО… Почему я, допустим, за СИАТ ЭКСЕО? Вот за СИАТ вообще принцип. Почему я за СИАТ? Потому что, как после того, как СИАТ выпустил СИАТ ЭКСЕО, это перелицованный Audi A4 седан, она действительно реально хорошая машина была. То есть, сейчас она в новом дизайне. Она потеряла свой тефтонский облик рубленных форм, который укачивает с А4, с А3 до А8. И она приобрела спортивный вид, немножко такой в духе Мазда 6. Только Мазда 6 реально Ford, да? А это все-таки Audi. И качество, соответственно, Audi. То есть, это большой плюс. Новый СИАТ Леон, я считаю, что это перелисованная версия Audi A3, хэтчбэк пятидверка, который был, не знаю, там универсалом, наверное, скорее всего, хэтчбэк. То есть, очень похожа машина. Но, соответственно, как бы машина хорошая. Машина еще довольно хорошо едет. То есть, хорошие материалы. И цена, главная цена. Так, ну, кстати говоря, я давно хотел сказать, что меня удивляют современные материалы в салоне. То есть, ну, здесь, например, Toyota Corolla 2007 года, что все было сделано с преступной небрежностью просто для Toyota. Toyota теряет своих клиентов благодаря этому. Camry последний, да? То есть, это китайская машина. Просто китайская машина. Toyota Corolla 2007 года – это китайская машина. Чуть-чуть лучше. Ну, нет липоватой небрежности, неподходящих деталей, да? Разные цвета объектов, например, тоже такого нет. Что, в принципе, у китайцев нормально. То же самое у нас является Camry. Очень многие недовольны материалами. Основная проблема – машина, ну, халтурная. Собрана халтурно, спроектирована. То есть, периодически такие периоды бывают у любого производителя, судя по всему. Потому что вот Peugeot недавно миновал свой халтурный период жизни, да? Может быть, есть надежда увидеть, как они возрождаются, да, Peugeot. Toyota сейчас в него вошла и стремительно пикирует. Я не знаю, в Европе они не продаются, их мало очень. Hyundai больше продается даже, потому что не халтурно собранная. Хотя, в принципе, машина хуже, чем та же Toyota. Ну, что в этом году непосредственно мои предпочтения по ходовым качествам. То есть, номер один. То есть, первый номер для меня – это Peugeot 2008. Машина настолько хорошо едет, настолько хорошо управляется, настолько комфортно, что я могу ее сравнить просто вот ощущение от управления этим автомобилем с эйфорией такой, близкой к сексу, да? То есть, это просто реально потрясающая машина. Я считаю, что те, кто хотел купить небольшой городской кроссовер, да? Переднеприводной, полуприводной 2008 не бывает. То есть, должны просто посмотреть дорогую комплектацию эту машину. В Европе она стоит 15 тысяч евро, так же, как Renault Duster. Но машина реальная – это просто супер. Это максимальное воплощение мечты. То есть, стоит посмотреть. С подсветками-приборами, с двигателем 1.6. Там есть еще роботизированный автомат. Не знаю, я предпочитаю всю эту механическую коробку. Адекватность подвески, адекватность разрисовки. Машина просто феноменальна. То есть, это вот мои рекомендации. Машина года, так сказать, для меня. Это вот Peugeot 2008 – это для меня машина года этого. То есть, лучший автомобиль, да? С которым я катался в этом году. Так, разница, например, 2008-2008. Многие мне ставят в вину мое первое видео, когда я сравнил 208 с 2008. Говорят, что вы ругаете 2008, что 208-2008 – это одна и та же машина. Да, это машина с одинаковым салоном, с одинаковыми габаритами. У них внутри, у обоих машин, те же самые элементы оформления, та же самая приборная панель сидений и прочее. Но 2008-2008 лучше едет. Почему? У него другая подвеска немножко. То есть, вот эта вот разница, если вы рассматриваете машину в салоне, этой разницы не видно. Если вам необходимо ездить только по дорогам, да, по ровным, то есть вы, соответственно, 208-го по городу будете нормально передвигаться. Среди маленьких машин 208-й тоже один из лучших, да? Не скажу, что он. То есть, в нем не хватает вот этого вот, вот этого кайфа 2008-го. Если вы хотите большой автомобиль, ну, так скажем, если вы хотите кроссовер, то есть, 2008-й и как эквивалент компактов самобилу, он лучше на порядок. То есть, за счет того, что он просто хорошо едет. Он просто шикарен. То есть, это вот для меня номер один. То есть, реально моя рекомендация, если вы хотите взять маленькую машинку, посмотрите, можете ли вы доплатить за 2008-й. И вы будете, ну, достаточно долго и счастливы. То есть, эта машина не надоест вам за, там, пять лет, да? Вы не сходите ее менять через три года на новую модель, да? Перелиционную. Как, например, люди покупают Hyundai, да? Три года откатались, продали. Volkswagen купил, три года откатался, продал, купил новую машину. Но вот вы не сходите менять эту машину через три года. Я думаю, что, если вы ее не били, ничего, то есть, она вам будет служить, там, десять лет, как в Европе люди не меняют эти машины. Потому что, реально, машина очень хорошая. Среди гольф-класса. Среди гольф-класса и всех машин я впечатлен именно Hyundai Cycle. То есть, единственный минус, который для меня в этой машине, я не умею ездить вот так лежа, да? Если я сажусь так, как я привык, высоко достаточно, у меня потолок ложится на голову. Вот этот передний скос пассажира, водителя, да? Стекла с крыши, то есть, он очень неудобен, очень низок. То есть, это единственный минус. То есть, машина, в принципе, при спортивной подвеске, она достаточно энергоемкая подвеска. Я прокатился на ней в Польше, в районе Врослова, по проселку. И у меня была возможность там покататься, почувствовать. То есть, на двух машинах. На ходе Civic и на ходе CR-V. То есть, реально, тряска не настолько криминальна, да? Как, например, допустим, на той же Skoda. Я бы там был умер, наверное. То есть, с проблемами на позвоночник, просто с треской. Я бы устал бы. Треска, она повышает давляемость. То есть, Honda Civic в этом плане адекватный. Единственное, что мне не очень понравилось, это шестая передача. Она включается так, как включается задняя передача. И за ней еще находится задняя передача. Которая поднимается кольцом, да? Снизу, да? Под ручкой. Но все время, психологически, я все время стараюсь ставить аккуратно на шестую передачу и включить. Вот надо к этому привыкнуть. Просто не надо бояться. Нужно переключать. В Renault Duster, например, шесть передач. Эти шесть определены на том же пространстве, судя по всему. Что и пять предыдущих. Только с той разницей, что первая передача – это понижайка. То есть, она понижающая передача. И, соответственно, когда вы стартуете с первой передачи, машина едет еле-еле. Поэтому стартовая, наверное, надо ставить. Можно со второй передачи шеступенчатой. И тогда у вас получается обычные пять передач. Я бы предпочел иметь, так как в Honda, шестую передачу дополнительно на трассе. То есть, понятно, да? Ее часто не хватает, когда вы едете на хорошей скорости. Особенно этого не хватает в Германии, например, где скорость не ограничена 120 км в час. Он может и больше лететь. Honda номер один для меня среди гольф-класса по нескольким причинам. Управляемость, двигатель, динамичность, хорошо едет, комфортность, да? И при этом, при всем, при динамичности двигателя, она еще экономична. Ну и все остальное я просто молчу. В компактном варианте у нее очень хорошая трансформация салона. В базовом даже варианте у нее хорошая трансформация салона. То есть, сзади все сиденья складываются так, что образуется ровный пол. И получается, со счет того, что задняя дверь у этого хэтчбека выполнена практически горизонтально, вы получаете очень большое пространство. То есть, она реально для человека, который со спортивным настроем, да? Летом двадцати женился, там у него есть семья, дети. И он не хочет менять свои пристрастия, да? Ему хочет динамически ездить. Понятно, да? Ну, ему нужно запихнуть коляску, еще что-то. То есть, он однозначно получает хороший багажник. У него есть семья, и он имеет хороший автомобиль, то есть, спортивный. Это вот, Civic, это то, что нужно. Потому что, например, те же хэтчбеки от Seato, от Seato Leon, ну, они хороши, конечно, но такой трансформации салона вы не получите. Так, среди кроссоверов. То, что я говорил, номер один для меня, Peugeot 2008. То есть, это вот в том минимальном объеме, максимум, который можно получить. На втором месте для меня три машины, да? Я хочу выделить три машины. Renault Duster, Skoda Yeti и Honda CRV4, четвертого поколения. То есть, непосредственно три машины. А Renault Duster, я уже говорил, Renault Duster, это супер машина, да? Вы можете посмотреть историю. А Renault Duster здесь. Renault Duster дешев, Renault Duster хорошо едет. То есть, я бы, так скажем, у Skoda Yeti есть один минус. То есть, Skoda Yeti. Посмотрите здесь. Skoda Yeti, при всем при том, что она едет хуже, чем Renault Duster, Honda CRV4, а она еще стоит дороже. То есть, она стоит так же, как Honda CRV. В цену Skoda Yeti можно купить Honda CRV, который реально другой автомобиль. То есть, это автомобиль более высокого класса. Это бизнес-класс в кроссовере. Вы хотели купить, например, Toyota Harrier, которая, Lexus, да? RX, которые были. То есть, вот вы, грубо говоря, имеете Toyota, да? Но вы хотите иметь Toyota, там, не знаю, Toyota Camry, да? В полноприводном кузове и более высокую. Это Honda CRV. Honda CRV четвертого поколения. То есть, я ездил на Honda CRV первого поколения, второго поколения. Сидел в Хоне CRV третьего поколения. Мне она не понравилась категорически. То есть, если предыдущие первые две CRV, их называли Cervant CRV, да? Почему Cervant? Потому что она едет, как шкаф. То есть, она переваливается, она широкая. Там порядка... В Хоне CRV есть, в первых CRVшках, и был один плюс. Можно было пройти между сиденьями назад. То есть, откидываешь столик и проходишь назад. То есть, пространство очень большое. Машина широкая. Но при всем при том, машина очень валкая. Хорошая динамика, малое потребление топлива. 10 литров она жрала двухлитровая с кондиционером, со всеми вещами, с полным приводом, с автоматом. То есть, я катался на канадской версии 150 лошадиных сил. То есть, на тот момент это был максимум, который можно было получить. Качество, долговечность, динамику. Управляемость нельзя было получить. Машина хорошо ехала, но за счет больших кринов, конечно, входить в повороты на большую скорость на ней было так соревновато. Но машина хорошая. Хорошая и надежная. Третья CR-V отошла от этих параметров. Она стала странной. То есть, ее покупали те покупки. Это вот ошибка Peugeot. Тоже та же самая. Растеряли своих клиентов. Клиенты CR-V, там, первый, второй, хотели купить третью, чтобы ездить нормально, также наслаждаться своей жизнью. А получили OpenCourse, короче. OpenCourse это вот машина для девочек, да? То есть, бессмысленная машина. Вот то же самое. То есть, ты реально не понимаешь, к чему приспособить этот полноприводной внедорожник. Якобы внедорожник. Потому что, в принципе, внутри в салоне места мало. Ходить мне нельзя. Ни комфорта, ни проходимости. То есть, никчемная машина. Skoda Yeti мне понравилась только одним. Управляемостью. И тем, что с одни сиденья можно снимать. Все остальное мне внутри, кроме... А, еще система спуска, как в Land Rover, да? Ограничивающая скорость спуска. То есть, мне тоже понравилось. Но все остальное мне неинтересно. Проходимость очень хорошая машина. Но у меня есть сомнения на счет того, что эта машина в грязи за счет своей электроники, там где-нибудь в глубинке в российской, сможет вытащить. Хотя, есть определенная как бы надежда на это. В Renault Duster в этом плане проще. То есть, я если бы брал машину с хорошей проходимости, да, с хорошим багажником, главным образом, что цена машины... Шкода Yeti 20 с лишним тысяч. То есть, полный привод, ну, где-то в районе 25 тысяч, наверное, будет. Вру, наверное. Ну, чуть меньше, на 22 тысячи евро. Renault Duster 15 тысяч евро. Ну, конечно, насчет проходимости, я так скажу, что это не супер-пупер проходимость будет. Скорее всего, это полуприводной универсал, такой большой, достаточно комфортный, супер просто. Но машины однозначно в грине глубокой, где здесь сядет. То есть, вот надо смотреть, что вы хотите получить. Мои предпочтения, да, три машины, которые я вам даю на выбор, да. Ну, я бы выбрал, например, Renault Duster. Если бы мне нужен был внедорожник, то я бы выбрал Renault Duster. Если бы мне нужен был полноприводной по городу автомобиль, хороший, качественный, который мало ест, я бы выбрал Honda CR-V. Ети бы я не выбрал категорически по нескольким причинам, я вам объяснил. То есть, ну, я уже молчу про то, что Skoda Yeti какашка по дизайну. Ну, самое непростительное для Skoda Yeti это то, что она очень тряская. То есть, для машины, которая, допустим, Honda Civic могла бы ездить по дорогам в городе, да, и она была бы тряская, это было бы ерунда по сравнению с тем, что вы можете стоять на проселке, на проселке ваш позвоночник просто высыпется. То есть, как у меня вот произошло, да, то есть, что я оттуда вышел, просто я потом два дня отходил. А вы будете ездить каждый день. Вот в этом новом выпуске я проясню все вопросы. Вы можете всегда посмотреть то, что я дал вам в ссылке здесь. В следующем, уже мы подготовили видео, я немножко расскажу о кабинах грузовиков. Если вы знаете, сверху над грузовиками, над развозными грузовичками типа «Газели» и над большими трейлерами типа «Ахтасов», там, да, «Мерседесов», то есть там всегда сверху останется кабина. Это отдельная тема. Но вот что такое эта кабина, как там можно разместиться, как там можно жить, то есть для меня это был вопрос, да, и я, собственно говоря, его прояснил. Мы сняли видео, и оно будет скоро. Я с ним тоже выйду. Пишите вопросы, то есть в этом видео внизу комменты включены. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, мы будем все это дело прояснять, и буду я с вами говорить. То есть мы сейчас открываем общение в новом формате. То есть я буду теперь все время практически общаться с вами напрямую, да, и все вопросы прояснять. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok